О, вот это уже будет интересно! Сегодня у нас по плану Upper Intermediate. В прошлом видео мы проверяли, точно ли у тебя есть А2, В1, помнишь? Мы видим и радуемся вашим комментариям. И, конечно же, по вашим просьбам, видео с тестом на Upper Intermediate. Но если ты еще не прошел А2 или В1, то скорее включай прошлое видео. Меня зовут Вероника, с вами Puzzle English. Тест и ответы, пояснения сразу. Так как это действительно серьезный уровень, вопросы сложны. Но не переживай, мы будем стараться во всем разобраться. Вопрос первый. Выбери правильно составленное предложение. И здесь правильный ответ, конечно, второй. А почему? Это кондишеналс. Какой тип? Второй. Когда мы его используем? Когда мы рассуждаем о событиях, которые не имеют отношения к реальности. То есть то, что маловероятно или вряд ли вообще произойдет. Как в данном случае. То есть если бы я был тобой, я же никак не могу стать тобой. И давайте закрепим еще на нескольких примерах. Если бы я поехал в Англию, я бы встретил новых людей. Если бы у меня была машина, то я бы больше путешествовал. Движемся дальше. Расставь слова в правильном порядке. Мы же знаем, что в английском это крайне важно, да? Ставить слова в предложении в нужном порядке. Первое предложение. Это правильный вариант. На что мы здесь обращаем внимание? Конечно же, на even, да? Мы его ставим, обращая ваше внимание, после вспомогательного глагола и перед основным глаголом. Потренируемся еще. Предложение второе. Опять-таки, на что мы обращаем внимание? На probably. Мы его ставим между вспомогательным и основным глаголом. Ставь себе баллы за каждое правильное предложение. И последнее. Да, это правильный вариант. И здесь важен порядок слов в вопросительном предложении. И мы начинаем с вопросительного слова. В данном случае оно очень большое. How many cups of coffee? Это все одно большое вопросительное слово. Потом вспомогательный глагол. В данном случае это do. Далее subject. То есть кто-то что-то делает, да? В данном случае это you. И далее наречие. В данном случае usually. И помним, что опять перед основным глаголом. Соответственно, дальше основной глагол. У нас это have. И все остальное. В данном случае это a day. Едем дальше. Не забывай загибать пальцы. Этот вопрос на понимание смысла предложения, да? То есть какое из этих вариантов, какое из этих предложений имеет смысл? Конечно, только третий вариант ответа имеет смысл. Давайте разберемся. Первое. Они не будут знать, как делать после того, как они выяснят причину. А, и кстати, здесь не знать-знать, что-то делать, это только what to do. Никаких how to do. Второе. Когда они выяснят причину, они не будут знать, что делать? Они не будут знать, что делать, пока они не выяснят причину. Это правильный ответ. Следующий вопрос на понимание времен. В каком из следующих предложений использовано верное время? It's interesting to know, what we'll be doing in five years' time. И правильный ответ, конечно, первый. Но тут на самом деле очень просто ответить, потому что все остальные не подходят. Но давайте все-таки посмотрим чуть-чуть поподробнее на future continuous. Здесь мы его используем, чтобы подчеркнуть длительность глагола, да? Что мы будем делать, как процесс, чем мы будем заниматься, а не сам результат, не факт, да? Следующий вопрос тоже на понимание. Понимание двух очень хороших грамматических конструкций. Сначала попробуйте ответить, а потом обсудим подробнее. Какой вариант верный? И правильный ответ второй. Вот здесь и есть частые ошибки понимания двух этих оборотов. Давайте разберемся. Первый из них used to do something, да? То есть, когда ты что-то делал в прошлом, но сейчас ты это не делаешь. Например, Это значит, что раньше я танцевал, сейчас я уже не танцую. Раньше я говорил очень хорошо на английском, да? Но сейчас, может, уже не так хорошо. И второй оборот. Это когда ты к чему-то привык. Ты привык что-то делать. Например, Все в порядке, я к этому привык. Или Я учитель, поэтому я привыкла много объяснять. Ох, дальше довольно сложный вопрос. То есть, я прям почти уверена, что каждый, может, почти каждый ошибется. Kids would rather Play than study To play than to study Playing than studying To play than to study Первый вариант ответа верный. После I'd rather Нет ни to, ни глагола с ing, То есть, с нгом окончанием, да? То есть Я бы предпочел поговорить об этом позже. Или Что бы ты предпочел делать вместо этого? И последний вопрос на сегодня. Выбери правильное время. He looked tired because he had traveled all day. He looked tired because he had been traveling all day. He looked tired because he had traveled all day. И правильный ответ Второй. А почему? Давайте разберемся. И пойдем опять-таки от обратного. Смысл предложения должен быть такой. Он выглядел уставшим, потому что путешествовал или провел время в пути весь день. Да? То есть, третье предложение нам сразу не подходит, потому что в нем просто ошибка. Мы не можем сказать Had traveled in. Да? У нас должно быть либо Первое предложение не подходит, потому что all day, да? И это нам показывает, что событие должно быть долгим. Мы подчеркиваем, что из-за продолжительности он устал. И остается второе, как раз Past perfect continuous, потому что длительное событие, да? И еще, кстати, здесь важно, почему past perfect continuous, да? Потому что он выглядел уставшим и до. Почему он выглядел уставшим? Потому что до этого момента в прошлом он путешествовал, да? То есть, past perfect нам показывает, что какое-то событие предшествовало какому-то событию в прошлом. Ну что? Сколько баллов ты набрал? Пиши количество баллов в комментариях и делись, есть ли у тебя upper-intermediate или нет. И есть ли у нас тут желающих дойти до уровня advanced. Тоже напишите нам, очень интересно, правда? Спасибо, что сегодня были с вами. С вами была Вероника и Fuzzle English. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok